Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в игру под названием Silent Hill 3. Итак, в Порше серии мы добрались до Silent Hill. Оба-на! Карта из второй части. Так, нам надо в больницу, ладно. Это карта из второй части. В первой части была одна карта, во второй части другая. И в третьей части у нас карта Silent Hill точно такая же, как и во второй части. Я устал, но сейчас некогда спать. Мне нужно осмотреть больницу. Так, это у нас выход получается? Или это выход? Там ванна. Это ванная. Это ванная, сейчас она мне не нужна. Нет смысла включать телевизор, все равно я не увижу ничего, кроме снега. Это должно быть просто совпадение. Но все равно это довольно странно. Кто мог это сделать? Такое ощущение, как будто эти знаки, как бы на самом деле не существуют. Эти знаки существуют только в голове, как будто у них из-за. Потому что в отель, кто не мог никто в отеле этот знак начертить. Здесь только она сама неосознанно все лаи начертила. Так, ладно, давайте отсюда выйдем. Посмотрим. Ну, наверное, большая часть города закрыта. Будет все перекрыто. Так, ну-ка, как Silent Hill выглядит? 106. Так, эта дверь закрыта. Так, в какую сторону бежим? А, ну здесь у нас тупик. Закрыто все. Так, ну у нас, по идее, выход вот с этой стороны... А, вот выход. Так, это парковка. Я не помню, чтобы раньше была парковка. А, нет. Ну, вроде что-то вроде похожее было. Но тут машина уже вроде была. Самое главное то, что разработчикам вообще заморачиваться не пришлось по поводу этой локации. Потому что... У них все уже готово. Они просто взяли из второй части и поместили в третью часть этой файлы. Я не знаю, как они... Ну, какие там файлы бывают, когда они круто разрабатывают. Так, по идее, здесь должен быть где-то выход. Стоп. Ага, здесь не пройти, перекрыли. Вот здесь раньше тут машина стояла во второй части. И там можно было сохраниться. А сейчас здесь сохраниться нельзя. Кстати, какая-то странная дверь, но ее, скорее всего, открыть нельзя. Ладно. Выходим направо. Направо закрыта дорога, да? Стоп, тут что-то лежит. Типа обломки какие-то. Мне туда не нужно. А там мне нечего делать. Отлично, туда она не хочет идти. Так, а что у нас здесь? На карте отмечено, как будто нельзя... А, тут дорога перекрыта. Так, в парк она тоже не пойдет. Ворота в парк... А, так, это парковка. Ворота в парк закрыты. И тут собака. Стоп. А где мое оружие-то все? Ну-ка, давай, давай-ка испытаем электрошок. Правда, собака не самая подходящая. Эй, отстань. Правда, собака не самая подходящая. Ну, что-то испытывает электрошок. Так, ладно. Ну-ка, 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 ну-ка. Собачья будка была во второй части. Есть ли она в третьей части? Будки нету, зато есть собаки. Так, а во второй части не было у нас ничего похожего на собак. Попробуем до заправки добежать. Если первую и третью часть связывают продолжение сюжета... Ну, то есть, игры связывают это типа продолжение сюжета. Хизер это дочь Олесы. А Гарри Мэйсон, ее отец, это и есть Гарри Мэйсон из первой части. То со второй частью связывает только тот факт, что мы ходим по знакомым улицам. Так, раньше здесь были полезные предметы, но сейчас их здесь нет. Кстати, а этот грузовик стоял во второй части. А что если вторая часть, ну, вот, параллельно третьей части проходит? То есть, сейчас, ну, типа, где-то на улице бродит Джеймс Сандерланд. А машины нету, где была труба. Так, это же летающие... Хреновина, да, которые... Которые фиг убьешь. Да, вон, типа, муха какая-то странная. Так, возьмем пистолет. Так, отлично. Собакой... Ой, с этой, с мухой же собрались. А собака куда-то убежала. Так, она скажет, мне туда не нужно идти. Либо сейчас будет перекрыто. Нет, скорее всего, она скажет, мне туда не нужно идти. Сейчас мне туда не нужно. Так, ну, давайте посмотрим... Слушай, ты. Я вообще-то в бойлинг-клуб хочу попасть. Боулинг-клуб зайдешь? Дверь наглухо закрыта. Она вообще не открывается. Так, ну, в боулинг-клуб она... Зайти не хочет. А что, если мы сейчас пойдем по этой улице, и она будет перекрыта, как во второй части? И нам нужно будет по обходному пути идти. Такое может быть, поэтому я специально сюда пошел. Хотя, нет, она уже не перекрыта. Так. Тут у нас какие-то рисунки на заборе. Ладно, давайте мы сначала сходим в тот переулок. Вклуб мы попасть, скорее всего, не сможем, потому что вот эта дорога не закрыта, значит, там нам незачем туда идти. Ну, потому что, если бы эта дорога была закрыта, то, в принципе, это было бы... Этот путь был бы, типа, обходным, как во второй части. Но, так как у нас стандартная дорога, обычная дорога, не закрыта, то нам незачем, типа, сюда возвращаться по игре. Но я просто хочу посмотреть, что у нас... Знакомые пейзажи, но... Правда, есть некоторые отличия от второй части. Второй части таких монстров не было. Но, если учитывать то, что во второй части у каждого, там, типа, замок сломан, я не могу открыть дверь. Ну, хорошо. То, что у каждого был свой кошмар, и у каждого были свои монстры, то, в принципе, ничего страшного, то, что в Silent Kill 2 не было таких монстров. Просто у Джеймса Сандерланд были совершенно другие монстры, а у Хизерс другие монстры. Так же, как и у Гарри Мейсона, другие монстры. Но, с другой стороны, мне почему-то кажется, что это не совсем монстры. Потому что в городе все-таки должны были жить люди. Скорее всего, просто... Вот главным героем игры Silent Hill наверное мерещились мон... То есть люди казались обычными монстрами. Так, это переулок. Клуб, где можно попасть. Та самая лестница, но дверь закрыта. Открыто! Мы можем в клуб попасть. Тот самый клуб. Небесная ночь. А где это там? Где мы, Марию? Ну, то есть, откуда у Марии начала свой путь. Так, тут у нас что-то лежит. Патроны. Патроны для дробовика. Дверь закрыта. Замок сломан. Ну, хорошо. Замок сломан. Так, а здесь будет аптечка так же, как и во второй части? Нет. Знаете, почему? Потому что мы уже взяли патроны. Так, тут у нас что-то есть. Это туристическая брошюра. Я совсем забыл, но это так. Silent Hill изначально был туристическим городом. Добро пожаловать в Silent Hill. Silent Hill – маленький тихий курортный городок на берегу озера. Мы рады видеть вас. Выделите немного времени из вашего напряженного графика и насладитесь здесь прекрасным отдыхом. Улица за улицей стоят причудливые старинные дома, великолепный горный ландшафт и озеро, которое раскрывает разные стороны своей красоты в течение дня, от рассвета до позднего вечера и заката. Silent Hill впечатляет вас и напомнит чувством глубокого умиротворения. Надеемся, ваше пребывание здесь будет приятным и вы запомните это место навсегда. Редактор Роджер Видмарк. Ну да, в принципе, все, кто были в Silent Hill, они запомнят это место навсегда. Джеймс Сандерланд. Так. Гарри Мэйсон. Аптечка. Только она в другом месте. Так, ну что ж, Лана. Нам нужно идти в госпиталь. Так, во второй части с этой стороны был грузовик. Сейчас грузовика нету, да, так получается? Я, кстати, фонарик не могу включить. Эта улица немножечко отличается от той, что было во второй части. так, но при этом она сейчас скажет, мне не нужно туда идти. так, стоп. А что если после госпиталя мы пойдем в эту сторону? Так, это тот самый госпиталь. Только он немножечко по-другому выглядит. Вход. А, тупик. Там что-то есть внизу. А, нет, это переграждение. Ограждение, точнее. Мне просто показалось то, что вот эта вот перегородка, которая там была, это типа что-то какого-нибудь газета или еще типа того, бумажка какая-то на асфальте лежит. Но когда ближе подбежал, понял то, что это просто перегородка. Даже не перегородка, а перекладина. Так. А где карта? Как бы карта должна была прислать. Медсестры. Так, теперь у них труба какая-то в руках. Так, стоп. Хотя огнестрел надо было приберечь на каких-нибудь боссов. У меня же есть катана. замок сломан, замок сломан, замок сломан, замок сломан, замок сломан, сломано, сломано, сломано. Тупик. больницы из второй части так лифт скорее всего тоже не работает оба лифт работает ну я могу сказать точно то что это не параллельно сайлент-хилл второго происходят события так раньше здесь была подсказка теперь что-то написано на доске что-то написано но мне это не интересно там вообще-то пароль написано двери на третьем этаже письма похоже на историю болезни она человека по имени Леонард может ли это быть тот самый Леонард о котором говорил Винсент палата С-12 страдает легким аудиовизуальными галлюцинациями эмоциональной неустойчивостью навязчивыми идеями подозрение на легкую шизофрению необходимо продолжать наблюдение обычно спокоен обладает развитым чувством справедливости однако по имеющимся данным становится очень буйным когда перевозбужден а вот другая Стэнли Колман палата С-07 обычно пассивен и труслив эгоистичен эски у нас были на третьем этаже нет подождите в М3 у нас а эски были на втором этаже палата С-7 обычно пассивен и труслив эгоистичен иногда проявляет навязчивую привязанность к той или иной женщине это приводило к насильственным инцидентам следует проявлять осторожность слушайте а случаем это не тот больной который типа волосы в коробке хранил хотя бы у него палата другая была но его могли так-то перевести на столе нет ничего не интересного на холодильнике висит памятка только для продуктов лекарства не хранить а это нормально хранить здесь лечебные напитки я взяла лечебный напиток вообще-то лечебный напиток это лекарство так замок сломан замок сломан отлично значит вернемся через ту дверси через которую вы сюда блин уже ли здесь нет карты принципе я знаю госпиталь весь наизусть вот карта нет это не карта это фигня кайт вот карта отлично ну в принципе я так-то знаю эту больницу так лечебный напиток здесь полно всяких медикаментов но ничего из этого мне не нужно думаю просто оставлю все это покое на полке и на полу нет ничего интересного знак самоле он прям светится можем сохраниться так замок сломан ну ладно по крайней мере у нас есть карта так закрыта закрыта потому что даже во второй части они были закрыты закрыта так цветок просто точный горшок ничего особенного я не знаю так я не знаю что это за растение картина с изображением цветка в вазе мило но не важно так не понял это какая-то игрушка кукла шуль наверное здесь также были дети я тоже играла в куклы когда была маленькой это так навевает воспоминания итак это блокнот наконец-то этот день настал да верно день когда мы с тобой встретимся я так я постоянно думал о тебе здесь в этой мрачной клетке до сегодняшнего дня я даже не знал твоего имени и никогда не видел твоего лица но теперь знаю знаю что ты та самая который я так долго ждал а разве ты не ждал меня разве ты не ждала меня ведь именно поэтому ты пришла сюда спасти меня о хизер как же я тебя люблю стоп откуда он знает то что мы пришли сюда это только это получается недавно было написано я хочу подарить тебе мою бесценную куклу которую я сделал так вознаменование нашей встречи начале этой вечной любви ах я уже вижу твое улыбающееся лицо Стэнли Коллман так проверяем эту дверь конечно же замок сломал так сюда мы можем попасть замок сломан мы здесь даже были не были второй части замок сломан так замок сломан кстати здесь у нас есть лифт еще ух ты а если кто по другому мне все состали вывезти тихо так все всех мы добили так посмотрим что у нас тут есть то есть я зря сюда заходил потому что здесь нет ничего только две медсестры ну в принципе на высокие на 10 на 10 звезд надо сюда по любому зайти потому что монстров надо убивать как можно больше монстров убить замок сломан так коридор явно стал короче так к стене приклеена куча вещей печенье зубная щетка ложка рождественская открытка часы кто бы кто бы это ни был невероятно использовали так вероятно использовали клей но зачем вообще было это делать к стене приклеений приклеен ключ я не прочь бы его забрать но он очень крепко держится я не могу его отодрать ну нужно наверное что то типа растворителя найти и опять кукла сидит это продолжение того дневника организация организация заточила меня здесь они хотят сломить мою волю заставить забыть обо всем но я сохраняю рассудок даже если они бросят меня здесь с психами а что если я приклею это к стене все это стало бы бесполезным ты ведь сможешь оторвать это той дрянью который без той дрянью который без конца используются те мерзкие девки если вещь не имея значения то нет причин ей и вовсе существовать вовсе как ты существуешь для меня но почему ты не взяла мою куклу ах наверное мой подарок смутил тебя хизер какая же ты милая стэнли коллман стоп он бегает и то есть он ходит по этому госпиталю и раскладывает дневники или это вторая кукла так замок сломан лифт не работает сломана так ну что ж давайте посмотрим что мы тут можем еще сделать сможем ли мы выйти на лестничную клетку стоп а куда это вообще дверь ведет а ну ясно тут типа какая-то большая комната заперто заперто но в принципе открыть можно и возможно мы сейчас поднимемся на второй или третий этаж через лифт и потом откроем так по идее там еще подвал был подождите а давайте я попробую сразу в подвал спуститься ну-ка спустишься ли ты в подвал ехать не хочет ну-ка второй этаж на второй этаж поедем сразу было бы неплохо если бы мы на третий этаж ну ладно потом так ну чем-то он отличается от второй части замок сломан чуть уже различие пошли если первый этаж почти точно точь-в-точь был как во второй части то есть первый этаж второй этаж немножечко отличается но не критично на самом деле так замок сломан замок сломан так а по идее здесь мы во второй части нашли дробовик будет ли здесь нас ждать дробовик у нас есть дробовик так-то ну ладно я взяла жидкость для снятия лака кстати вот эта жидкость нам и нужна я взяла патроны для пистолета что это журнал о моде сейчас он меня не интересует взяла духи в шкафчике больше нет ничего интересного шкафчик закрыт похоже я не смогу его открыть шкафчик закрыт похоже я не смогу его открыть так ну ладно давайте посмотрим что я там подобрал предметы так записка книжный а записка записанная книжка отца в ней папа написал о моем прошлом как всегда в форме рассказа так осмотреть надеюсь эти записи никогда не понадобятся возможно будет лучше если ты никогда не узнаешь больше всего я боюсь что ты уйдешь далеко от меня но иногда мы вынуждены говорить правду поэтому я это и пишу прежде чем затеряюсь в смерти и забвение что тогда случилось это связано с тем кто ты есть все началось 24 все началось 24 года назад возвращаясь из отпуска мы с женой на обочине дороги нашли ребенка мы были бездетными поэтому благодаря благодарили бога за встречу с этим ребенком с этим с этой девочкой мы забрали ее домой спустя 3 года моя жена умерла а еще через 4 года 17 лет назад я приехал в Салент Хилл внимая мольбам девочки я взял ее с собой не подозревая почему она так хотела туда поехать и там девочка ушла не то чтобы на самом деле куда то ушла или умерла вернулась к своей истинной сущности так сказала далее Гелеспи истинной сущностью была девушка сожженная матерью в качестве жертвы богу Олеса Гелеспи половина ее души уцелела в огне и продолжала жить в ребенке в моей девочке в нашей девочке прошло 7 лет прежде чем эта девочка половинка вернулась к Салент Хилл и вновь сделала Олесу единым целым с новыми силами она поклялась убить бога бог плод приютивший в чреве этой жертвы бог плод приютившийся в чреве этой жертвенной девочки был вызван обычным обрядом это было желание это было желанием Олесы так это было желанием Олесы независимо от исхода даже если на кону была ее собственное существование это было желанием Олесы независимо от исхода даже если на кону было ее собственное существование. Но это желание не было исполнено. Мое вмешательство означало, что она наоборот взмолилась о возвращении девочки в одиночку я не смог бы ее вернуть. Все сделала далее. Я лишь помог на церемонии рождения и извлечения бога из Олеса. Новорожденный бог вскрикнул один раз и умер. Все из-за сознательного сопротивления той девочке и, возможно, Олесы. Но это еще не конец. После того, как бог исчез во вспышке света, Олеса появилась вновь и дала мне ребенка. Она была очень похожа на ту девочку много лет назад. А потом Олеса исчезла, умерла. Я ничего не мог сделать, чтобы помочь. Я просто прижал ребенка к груди и убежал. Все это казалось сном, но у меня было доказательство, что это не так. Девочки нигде не было... А так... Девочки нигде не было в моих руках... А... Девочки нигде не было, а в моих руках ребенок. Прошло уже 17 лет. Кажется, что все это было только вчера. Но в то же время кажется, что все это было миллион лет назад. Признаю, сначала я сомневался о воспоминании этого ребенка. Могли я ее любить? Ее существование было совершенно необъяснимо. Я думал, она может быть той девушкой, которая отняла у меня любимую дочку. Это веро... Так, это ввергало в уныние. Гнев... Так, гнев. Бывало, я обхватывал руками ее тонкую шею. Несколько раз я даже подумывал ее бросить. Вот такой я ужасный человек. Но все-таки я решил вырастить ее. Я просто не мог ее отпустить. Когда она... Когда ты смотришь на меня. Смеешься так. Даже сейчас я не могу забыть ту девочку. Но я люблю тебя в этом... Так, но я люблю тебя. В этом я даже не сомневаюсь. Это все, во что я прошу тебя поверить. Моей горячей любимой дочери. Гарри Мэйсон. Жидкость для снятия лака. Она снимает лак для ногтей. Я нашла ее в женской раздевалке. А возможно, этот ключ как раз-таки откроет дверь к лестнице. Так, духи пахнут немного странно. Так, ну что же, ладно. Мы прочитали тут целую историю. Серия немножечко затянулась. Но, в принципе, ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok